Сессия городского собрания Сочи началась с отчета начальника полиции УВД города Сочи. За полгода сократилось количество тяжких преступлений. Все лица, которые нами задержаны в этой категории незаконного оборота наркотиков, это лица не местные. Здесь категория преобладает у нас в основном граждане Украины, ну и восточная и западная. Такие отчеты депутаты городского собрания Сочи заслушивают раз в полгода. И они необходимы, поскольку депутаты могут по просьбе сотрудников полиции, например, добиваться продолжения финансирования программы антинарка, которое было прекращено. А в свою очередь народные избранники попросили обратить внимание на организацию дорожного движения на федеральных трассах, где образуются в активный сезон пробки. Мы сейчас и обращаемся не только к нашему УВД, но и на уровень краевого управления подразделения ГИБДД для оказания помощи с их стороны для организации дорожного движения. То есть, о чем идет разговор? Идет разговор и о текущих мероприятиях, то есть увеличению количества здесь патрулей, но и с другой стороны к собственнику дороги федеральной. Потому что без расширения на отдельных участках, без строительства пешеходных переходов просто невозможно. Внесли депутаты и изменения в бюджет города. Предлагалось увеличить доходную и расходную часть бюджета на 372 миллиона рублей. Средства из края – это 226 миллионов рублей. В основном они ушли на образование, то есть на строительство школ и детских садов. Вторая часть – это на приобретение жилья для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Это основное направление. Те средства, которые мы получили дополнительно собственные, это получили 146 миллионов рублей. Это наша увеличенная доходная часть нашего бюджета. Также депутаты заслушали отчет о выполнении индикативного плана социально-экономического развития города Сочи за прошлый год. Рост населения диктует новый подход в развитии социальной инфраструктуры. Отмечен также рост малого и среднего предпринимательства. Безработицы в Сочи нет. Сегодня город Сочи находится на самом, если не на первом, я сейчас, к сожалению, не скажу на каком, но мы точно в тройке городов по субъекту, по уровню безработицы. Мы по сравнению с предыдущим периодом, в 2016 году, увеличили и превысили планируемые ожидания на 22%. А вот наружная интерьерная реклама давно уже требует обновлений. Информацию до потребителей, считают депутаты, можно доводить красочно и креативно. Депутаты городского собрания Сочи приняли сегодня новые правила размещения рекламных конструкций. Развивающиеся курортные Сочи требуют новых современных стыл и указателей. 30% рекламы старого образца будет вообще демонтирована. Появятся новые объекты наружной рекламы, такие, например, как медиаэкран о мелодии. И срок эксплуатации определен 10 лет.